Автомобилисты научились штрафы объезжать, а не оспаривают их в суде. С такими случаями столкнулись инспекторы ГИБДД. Все дело в арендованных авто. Превышают скорость нанимателя, а вот квитки направляются к владельцам. Почему в итоге некоторые цифры обнуляются, узнавала Диана Василова. Стали приходить штрафы на большие суммы. Письма счастья он получает за чужие ошибки, причем с незавидной регулярностью. Продолжается это полтора месяца. Павел передал автомобиль в аренду, теперь отслеживает перемещение нанимателя по квиткам из ГИБДД. Желание заработать для него обернулось неожиданными тратами. У меня два автомобиля, и один из которых друзья предложили сдать в аренду. И я как-то так легкомысленно подошел к этому вопросу, не посмотрев никаких правовых подводных камней здесь. Я легко подписал договор, не глядя. Попытки договориться с водителем ни к чему не привели. И он отказывается напрочь оплачивать все эти штрафы. Отвечает владелец в любом случае. То есть аренда, лизинг, доверенность. Отвечает владелец, что будет приходить автовладельцу. Это имеется в рамках фиксации. Поэтому, соответственно, когда в аренду передается или в лизинг, в контрактах или в соглашениях все эти вопросы должны оговариваться, и чтобы потом у владельца не было проблем. Но в судах автовладельцы доказывают обратное. Был за рулем другой, значит, обладателем штрафов должен быть водитель, а не хозяин транспортного средства. Все видящие ОК-камер не видят многого. К примеру, они фиксируют, кто управлял автомобилем. Так что нарушения могут не повиснуть в воздухе. Если в суде будет доказано, что за рулем был не владелец авто, то штраф с него спишут, а вот перенаправлять не станут. Если у вас есть акт приема передачи, у вас зафиксировано, кому вы передаете лицо, это лицо будет вызвано также в суд. И, соответственно, в случае неявки будет вынесено заочное решение, и в случае явки, я думаю, подтвердит, либо даст свои какие-то. То есть судебный процесс, он может выйти несколько выходов из него. Но дела судебные долгие и довольно дорогостоящие. Чтобы из-за нарушения лихачи платили, и владельцам авто не приходилось разыскивать нанимателей, юристы советуют арендодателям грамотно составлять договор и указывать, кому должны быть адресованы штрафы. Диана Василова, Адрин Медубаев, Вести, Татарстан.